Дима, помнишь, откуда эти строчки? Как ярославцы отпразднуют день рождения Николая Некрасова, какие интересные мероприятия мы увидим в программе «Некрасовские дни» и что такое «Некрасовский маршрут» – обо всем этом поговорим подробнее с нашими гостями. Знакомьтесь, у нас в гостях заместитель директора областной научной библиотеки имени Некрасова Ольга Халыева и ученый-секретарь музея-заповедника Некрасова Карабиха Елена Маркина. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, какие самые интересные моменты запланированы в программе мероприятий? Ну, я начну, наверное, да. Действительно, 150 лет – это дата, которая… это юбилей начала публикации, начала публикации поэмы «Кому на России жить хорошо». В январе 1866 года был опубликован пролог в журнале «Современник», который редактировал, который создавал именно Николай Алексеевич. И несколько мероприятий посвящены именно вот этой поэме. Поэма интересная, поэма с такой необычной судьбой, поэма незаконченная на самом деле. Поэтому, я думаю, будет очень любопытно посетить мероприятие и услышать что-то новое для себя, открыть для себя что-то новое. Мероприятий много, я даже не знаю, с чего начать. Расскажите. В этом году у нас на двух площадках проходят, в нашей библиотеке, в библиотеке Некрасова и в музее-заповеднике Некрасова-Карабиха. Ну, наверное, может быть, Елена расскажет. Да, мы хотели бы отметить, что мы традиционно поддерживаем давние и тесные партнерские связи с библиотекой имени Николая Алексеевича Некрасова. И отрадно отметить, что в этом году к нам еще присоединились новые участники. В частности, театр юного зрителя выступил в рамках проекта «Театральные уроки» с театральным уроком, который подготовлен специально к нашим Некрасовским дням. И называется он «Наш современник Николай Некрасов». Рассчитан он на школьников. И именно на этом мероприятии 4 декабря мы приглашаем учеников Карабихской и Красноткацкой школ. И надеемся, что наше сотрудничество на этом и закончится. Мы будем дальше продолжать такие интересные совместные проекты именно с ТЮЗом. Ну и кроме того, я хочу отметить, что значительно расширился список наших мероприятий. У них более массовый характер. Мы вовлекаем все больше ярославцев в наш проект. Приезжают к нам известные некрасоведы и литературоведы из Москвы и наши ярославские местные специалисты. И, в общем-то, мы надеемся, что в этом году гораздо больше число ярославцев посетит наше мероприятие. Мы всех приглашаем. В частности, 3 декабря, вот о чем говорила Ольга, у нас в музее состоится финисаж выставки, посвященной юбилею начала создания поэмы. Это «Кому на Руси жить хорошо?» поэма «Некрасова сквозь время». Это финисаж. Выставка у нас началась в сентябре, и сейчас она заканчивается. Мы бы хотели подвести итоги, еще раз напомнить об актуальности и современности этой поэмы. Даже для нас, для сегодняшнего читателя. Мы знаем все о нашумевшей премьере в «Гоголь-центре». Это спектакль «Кому на Руси жить хорошо?» И подготовка к этому спектаклю шла вместе с артистами Волковского театра. Они совершали какое-то путешествие. Скажите, удастся ли, может быть, нам, землякам Некрасову, увидеть этот спектакль к дню рождения? Спектакль, я думаю, что не получится увидеть, поскольку он действительно премьера была, и он проходит в репертуаре Московского театра «Гоголь-центр». Можно будет пройтись виртуально, пройтись по этому маршруту, по маршруту, по которому прошлись артисты театра «Гоголь-центр» и артисты нашего театра имени Федора Волкова. Расскажет нам об этом Маргарита Георгиевна Ванишова. Это имя не надо представлять ярославцам. Очень известный театр «Вет». И она расскажет о том, как появилась идея у Кирилла Серебренникова сделать постановку этой поэмы. И почему они решили собирать материал для спектакля именно в нашем крае, на нашем земле. Они разработали маршрут, назвали его Ярославской круглосветкой, и прошлись, проехались по местам поэмы. У них очень был длинный путь, заезжая в Ростов, Углич, через Ярослав, через Карабиху, Мышкин, Причистая, Мартынова, ну я не по порядку говорю, так вспоминаю, Причистая, Абакумцева, конечно, Вятская. Места, которые знакомы многим ярославцам. Да, конечно. Я думаю, что это будет очень интересно. И именно те места, которые упоминаются в поэме. Я думаю, это будет очень любопытно. Приходите, лекция будет сегодня, 2 декабря, а в 16.30 у нас в библиотеке. С удовольствием, придем. Ну что же, спасибо вам большое, что пришли к нам в гости. Будем с нетерпением ждать дня рождения, вместе его отмечать. Я напомню, что у нас в гостях был заместитель директора областной научной библиотеки имени Некрасова Ольга Халыева и ученый-секретарь музея-заповедника Некрасова Карабиха Елена Маркина. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры подогнал «Симон»